С 2016 года по инициативе брянских властей в области было открыто 7 центров технического образования, 4 в Брянске, по одному в Унечском районе, Клинцах и Новозыпкове. Главная задача повысить уровень подготовки абитуриентов в технические вузы и привлечь новые кадры на промышленные предприятия региона. Всего за минувший учебный год в центрах обучалось 1507 школьников с 8 по 11 класс. По итогам тестирования итогового самым успешным предметом для учащихся является информатика. Это показало тестирование. И следует нам, конечно, работать над физикой. То, с чего мы начинали, о чем поднимали проблему, что физика у нас западает, и итоги тестирования это показали. Представители центров техобразования совместно со специалистами департамента и депутатами областной думы отметили, что главная причина неуспеваемости по физике – нехватка учителей этого профиля в районных и сельских школах. Депутаты предложили обратиться в Министерство образования с просьбой увеличить число бюджетных мест на физико-математическом факультете в БГУ, где и готовят учителей физики. Кроме занятий по трём профильным дисциплинам, ребят регулярно вывозили на экскурсии на брянские предприятия. И, как отметили в департаменте образования, на многих учащихся и их родителей произвело впечатление современное оборудование и уровень развития брянских заводов в целом. А значит, свою миссию по пропаганде брянского технического образования эти центры уже выполняют. В основе центров технического образования лежит цепочка для того, чтобы мы подготовили сначала абитуриента, а потом и студента у наших технических вузов, для того, чтобы в конечном итоге грамотно специалисты перешли наши предприятия. Отсюда мы будем ждать роста промышленного производства и роста дальнейшего в аграрном секторе. Чтобы охватить как можно больше школьников, заинтересованных в получении технической специальности в будущем, в скором времени будет открыто еще два центра техобразования, по одному в Дядьковском и Жуковском районах. Александра Седачева, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск.